Не мог помочь своей команде, не поможет он и сегодня, он вне заявки. Да, так что без Надя венгры не так страшны. И вообще так, если кадровую ситуацию сравнивать, обеих команд очень все похоже. У нас нет уже Сергея Рутенко, он завершил карьеру. У венгров сегодня нет Ласла Надя, они ровесники, они сопоставимы в своей звездности, но ничем не могут помочь своей команде. Кроме того, и венгерская наша команда, это конгломерат такой очень опытных гонболистов, которые уже в возрасте есть даже под 40, в составе венгров и за 40 люди. И молодых ребят, которым по 20-23 года и которые только набирают ход. То же самое можно сказать о нашей команде. И в этом смысле команды схожи, и в этом они, наверное, сопоставимы по силам. Первая минута матча, зарабатываем Семьметровый, если я правильно понял, заработал его Артем Королек. У нас в задней линии все достаточно предсказуемо. Кулеш, Пуховский, Шилович. Хотя здорово себя проявил Шинкель в последнем матче, и можно было предположить его появление. Ну, наверное, рассчитывать он может лишь на большее количество игрового времени. И вот такой вот пенальти в исполнении Бориса Пуховского. Он реализовывает свою попытку, и мы выходим вперед. Хорошее начало. Ну, гол Пуховского первый в матче, это уже такой тренд, что ли, традиция для нашей сборной на этом турнире. Сейчас в пенальти открывает счет наш разыгрывающий. Ну и смотрим, как свою атаку выстраивает команда Венгрии. Тут знакомый парень в задней линии, это Иван Жамали. Прекрасно мы его знаем по выступлениям за БГК Мешкова в этом сезоне. Ну и вот отмечаем попутно, что в воротах, как и во всех матчах предшествующих этого чемпионата, начинает матч Вячеслав Солдатенко. Хотя эти решения Юрия Шевцова от тренерского штаба вызывают определенные вопросы, но, как удалось прочитать в интервью, Юрий Шевцов четко обозначил первый номер и второй номер, причем обозначил это еще после Евро 16-го года в Польше. Смотрим. Вот второй номер, желтый балок на позиции левши, правого полусреднего венгра, он вместо Надя, можно и так говорить, работает. И он очень опасен, он по пику, по венгерскому, по Лиге Чемпионов нам знаком. А это вот седьмой номер в розыгрыше. Габар Частер сейчас очень тонкую передачу сделал в линию. В линии сейчас открывается Банхиди, Бензе и сравнивает счет. Но тут же быстро отвечают голом и наши ребята. Ну и дал Маху режиссер трансляции, не очень понятно, кто там завершил атаку точным броском. Венгру уже отвечают своим и неплохо у них получается. Быстрый ответ белоруса. Борис Буховский заходил на бросок. А вот и Лассанак, кстати. Просто невероятный темп обмена атаками вот на этих стартовых минутах. Вот, видите, это Частер, собственно, и второй гол для венгров добывает. И уже руководит своей командой Юрий Шевцов. У нас тот гол, который мы не смогли толком рассмотреть на счету Сереги Шевцовича. Но это хорошо, что игроки задней линии уже отметились по одному точному броску. И ждем мы, конечно, подобных свершений и в исполнении Влада Кулеша. Но очень ему удалась игра против Германии. Смотри, на Кулеша выдвигаются в защите. Активная игра венгры. Вот 25-й номер. Сабов с Дубой так и защищается. Да, 25-й, Зубой. Он словно специально. Ну, Част переключается на Пуховска. Вот эту позицию лево-полусреднего нашей команды сторожит на метрах двух впереди остальной линии защиты. Активное такое построение Хавьера Сабате. Вот он, рулевой вес прямо рулевой сборной Венгрии. Он к руководству команды пришел после того, как год назад Венгрию провалили. Чемпионат Европы, 12-е место там заняли. Наши были десятыми. И вот тогда таланта Душибаева и сборной попросили и назначили тренера как клубной команды чемпиона. Вот оживление в зале. Мяч от перекладины так улетел высоко, что похоже застрял там где-то в этих конструкциях потолочных. Киндарена. Все посмеялись, разрядились. Ну и продолжается эта игра, от которой очень много зависит. Венгры позиционно атакуют. Вот четвертая минута подходит к концу. Балок, Часар, Джамали. Вот такой вариант задней линии у венгерской команды на старте этой встречи. Джамали мощнейший бросок. Вроде бы встречается с мячом Вячеслав Солдатенко, но отбить его в сторону не получается. Пухловский, Шилович. Быстрая атака белорусов. И какая обидная потеря. Ну что такое броски Джамали мы знаем по бревскому клубу. Если ему давать атаковать без помех серьезных, хорошо выпрыгивать. В общем-то мяч летит с невероятной силой. Денис Рутенко, ну просто красавец. И перехват организовал. И эту атаку, контратаку даже завершил. Первый мяч для Дениса Рутенко в этой встрече. Ассистировал ему, получается, Борис Пухловский. Здорово здесь все разыграли наши парни. Ну что, были такие переживания, да, волнения еще и насчет того, что вот этот груз невероятной ответственности, да, который давит на нашу команду. Венграм-то проще. Они уже в плей-офф. Вопрос стоит лишь о том, с третьего или четвертого места в группе они туда вышли, выйдут. А для нас все решается. И поэтому вот было опасение, что молодые ребята вот под этим грузом ответственности как-то дрогнут, с самого начала поплывут. Ну пока держат, что называется, это напряжение. Вполне достойно на равных играют. И вот пропустив мяч от Гергия Харшиньи, сразу пробует быстрый центр разыграть и атаковать сходу. И атакуют. Но Роланд Миклер не пускает мяч в ворота после броска Влада Кулеша. Ну вторая желтая карточка. Вот Тимужин Шух, главный человек в организации Венгерской обороны, нарушает правила, зарабатывает желтую карточку. Ну и еще и Семиметрова. Снова к мячу подходит Борис Пуховский. Важный момент. И здорово им пользуется лидер. Лидер нашей команды. Смотрим еще раз момент с назначением Семиметрова. Ну пошел в обыгрыш Влад Кулеш. Да, какие тут могут быть вопросы. Необходимо еще в обороне здорово сейчас потрудиться. Усмотрели арбитры нарушения правил. Оборона 6-0. Она мало меняется по ходу этого турнира у нашей команды. Вот в центре связка Шумака и Королька. По водоле от них Титов и Шилович защищаются. Ну и на флангах Борис Пуховский. Его там прячут, когда команда в обороне. И Денис Рутенко, Андрей Юринок меняется в обороне. И выходит на площадку лишь когда команда атакует. Но вот с игры первый гол у Боря Пуховского. Третий в матче. Хорошо он начинает эту встречу. Быстрый ответ Венгров. Хороший темп, кстати, команды задают. И это желтый балок. Здорово он завершает атаку. Не успели наши построиться. Но вот Венграм это удалось. Хотя там и хотели сейчас Королёк с Рутенко быстрый центр реализовать. Но другие как-то не поддержали. Нашим приходится по две замены делать. Садятся на скамейку, когда команда атакует Титов. Шумак. И вот надо выпустить Юринка и Кулеша. И вот это как бы заминку часто вносят в этот быстрый переход. Кулеш. Сам идет вперед. Оставляет мяч Пуховскому. Что придумает Борис. Передача на Шиловича. Снова Пуховский. И уже завязали его. Прошла передача на Лениного. Но эту атаку венгры останавливают. Боре Пуховскому может пригодиться его опыт выступления за венгерский Чурга. Был такой этап в его карьере. Так что многие соперники, в том числе вратари, для него, что называется, не открытие. И мощнейший бросок Андрея Юринка. Я думаю, что те люди, которые основательно следят за этим чемпионатом мира, прекрасно слышали характеристику, которую Юринку дал Сергей Рутенко. Что-что. А с броском у него невероятный порядок. Юринок очень прогрессирует по ходу этого чемпионата. Вот он начинал так, со скрипом немножко, с напряжением. А чем дальше, тем увереннее. И голов у него побольше. И, собственно, сама его роль на площадке становится более яркой и выпуклой. Настоящий край у нас оформляется на левом фланге. Часар. Передача на Джамали. Балак. И в линию. Красивая атака. Солдатенко тащит. Очень важный момент. И перейти бы в контрнаступление. Рискованная передача. Но как же так? Допускаем ошибку. И венгры уже бегут. Во встречную атаку. Очень высокий темп. И в очередной раз мы это отмечаем. Ну, когда темп, тогда и ошибки. Возможно, в большем количестве, чем при размеренной такой планомерной игре. Да, эта игра спровоцировала вот так вот нестись, да, в ответную атаку. И, к сожалению, была допущена ошибка. А вот сейчас венгры уже никуда не торопятся. Балак. Часар и Джамали. Джамали. Такое ощущение, что на бросок выходил. Нет передачи на партнера. И сейчас на край. Здесь свободная позиция. И эта атака завершается точным броском. Юхас. Левый край. Адам Юхас. Вот один из молодых венгров. Ему 20 лет. Тоже 96-го года рождения. Как и наше. Юринок, Королёк, Кулеш. Совсем юный игрок. Стянулась защита ближе к центру. И появилась позиция у Юхаса. Пуховский. Атаку это начинает Кулеш в розыгрыше. Королёк сейчас поучаствует. В разыгрывание мяча. Пуховский. Кулеш и за спину. Но тут позиция закрыта для Юринка. Пуховский. Раскачал соперника. Но промахнулся. Обидно. Всё красиво сделал Борис Пуховский. Ну, по-игротски работал, как говорят. Шёл на бросок. В общем-то, в ситуации, когда именно такое решение и диктовалось. Ну, промахнулся. Что ж, волосы на голове рвать. И критики сразу подвергать. Нет, это игра. Это игра очень напряжённая, важная. И должны быть на площадке люди, которые берут на себя ответственность и ведут команду за собой. Конечно, когда мы о теперешней сборной рассуждаем, говорим, вот Борис, это, ну, едва ли не главный из таких персонажей. Бросок с дальней дистанции. Но, кажется, очень внимательно закрывал угол Солдатенко. И мяч не мог попасть в ворота. А Пуховский быстро отвечает. Последнюю. Королёк. Не дают ему встретиться с мячом. И грубо причём против Артёма. Ну что, в Банхиде две минуты зарабатывает. Первое большинство в матче у нашей команды. Нет, это Легет Вари. Одиннадцатый номер. Тоже, кстати, 20-летний гонболист Двес Прима. Он в клубе в матчах Лиги Чемпионов даже в состав не попадает никогда. А вот в национальной сборной тем же тренером Сабате востребован. Смотри. Но он больше всех удаляется. Больше всех в венгерской команде имеет штраф. Ну, в общем-то, и на нём вот надо работать таким образом, как Артём, как Королёк, зарабатывая цифолой. Всё прекрасно сделал Королёк. Как всегда, поставил корпус, вытянул руку. С Ино мяч схватить не позволили. Ценой двухминутного штрафа. Но это был девятиметровый штраф, мы видим. Да, девятиметровый. И появляется Подшивалов у нас на площадке. И Владимир Гайдученко. Вот он с мячом. Пошли изменения в задней линии. Очень интересный ход. Уже на одиннадцатой минуте. Да, это Подшивалов и это Гайдученко. Ох, как ошибся Саша Подшивалов. Просто подарок для соперника. И такой простой отрыв легко реализуется. И снова Адам Юхас. Причём край вышел, да, в это завершение. Я бы предпочёл, чтобы этим человеком, завершавшим атаку, был Эманджам Али. Ну, да, в общем-то, не самое сильное у нашего мешковца качество игра вот в таких быстрых переходах. Ну, а сейчас семиметровый без вопросов. И причём ещё и с двухминутным штрафом в придачу. Всё справильно рассудили. Македонский рефери Денис Рутенко зарабатывает пенальти. Просто, честно говоря, я думал, что за предыдущий фон на Корольке либо две минуты, либо семи метров будут. Но в итоге ничего не изменилось. А что, лиги твари там не дали две минуты? Ну, как мы видим по этому таблу нет. По-моему, не зажгли. Четыре игрока у венгерской сборной сейчас на площадке. Да, это просто технический фон пока что. Да, это просто, наверное, вот эта опция в графике вышла из строя, которая обозначает отчёт времени штрафа. Два игрока сейчас удалены у сборной Венгрии. Всё правильно мы рассмотрели. И Борис Пуховский пока что точен семи метров в этой встрече. Пока что это главный бомбардир в составе нашей команды. И он четыре мяча уже имеет в активе. Ну что, Миклера с ворот не снимает, да? Сапате не рискует. Играет в четыре полевых. Сложно, конечно, атаку организовать при таком недокомплекте. Ну, хорошо бы быстрее мяч себе вернуть нашим, чтобы воспользоваться этим большинством на чужой половине. А так вот, видишь, затягивается эта атака. Джамали сейчас грамотно сыграл. Как говорится, завязался. Жёлтая карточка. Отсчёт времени в атаке с нуля у Венгров начинается. Они так могут убивать до бесконечности. Это время меньшинства. Это им выгодный сейчас ход событий. Ну и понятно, что Еринок прикладил Балага. Часар Джамали. Лека и Матая под 66 номером появился. А вот и появляется ещё один на площадке. Жёлтая карточка была показана. Рутенко тащит мяч Солдатенко. Шумак, не надо никуда торопиться. Бросок был не актив. Торопились венгры. Их обстоятельства заставляли так действовать. Но ещё пока есть большинство в атаке у наших. К сожалению, видимо, просто какие-то проблемы у наших коллег из Франции. Ну ничего, придётся нам внимательнее просто быть сейчас. Единственное, что не всегда рассмотреть будет, возможно, как там с вратарём обстановка. Великолепный эпизод возник у Бориса Пуховского. Но Миклера он не переиграл. Ну, по-моему, первый такой настоящий, серьёзный, полноценный сейф у Миклера. Очень много опасений с этим человеком было связано. Вратарь такой куражистый, темповик. И часто решает судьбы матчей очень важных. Когда просто невероятную надёжность показывает 50% и выше. Кстати, в поединках с нашей сборной такое тоже случалось. Семь раз встречали сборные Венгрии и Беларуси на разных турнирах. Разных статусов это были матчи. Но все семь выиграли Венгрии. Пока такая статистика. Ну и жёлтая карточка показана Борису Пуховскому. Семь метров в наши ворота. И кто у Венгра к пищу подойдёт? У них Часар пенальтист на этом чемпионате. Основной. Представляет его диктор на арене. И Часар точен. Ну вот Часар это один из двух легионеров венгерской сборной. Вот наш Риман Джамали в белорусском клубе играет. А Часар играет в Швейцарии. В Шавхаузене. Остальные все представители венгерских клубов. Фуэйвэс прям пик. Татабанья. Болотон Фюррот. Возвращается на площадку и Пуховский, и получается Кулеш. На правом полусреднем кто? Гатученко по-моему там. Вот он сейчас с мячом. Нет. Это по-моему уже был Олег Астрошапкин. И хороший бросок у Андрея Ринка. Что самое интересное. Два своих гола он организовал не имея оптимальной позиции для этого. Успели замениться в обороне. И очень хорошо сейчас воспользовался Солдатенко шансом парировать бросок. Спешили с завершением этой атаки венгрии. Не совсем оправданно. Но и в общем-то все получилось хорошо. Ой как здорово. Рискованно было. Но разыграли и заработали 7 метров. Артем Королек продолжает важную функцию исполнять. И важную роль играть у нас в нападении. Ну вот сейчас судя по всему 40-летний на андерфазы Каш отправится в ворота. Очень опытный вратарь. Опытнейший галкепер. Очень надежный. Видите седина уже пробила его голову вовсю. Но он многое может до сих пор. Пуховский повторяет тот трюк, который он исполнил в начале встречи. И Карлза делает это зря. Рано или поздно это должно было в общем-то завершиться вот так. Не время еще для пижонства, мне кажется. Понадежнее надо пробовать играть. Но в общем-то перекладина Фазы Кашу помогла. Или Фазы Каш перекладине. Гола нет. Слышим мы наших болельщиков. Они, конечно, тоже сегодня должны помочь нашей команде. Нарушение правил. Не прав Артем Королек. И новая атака у Венгров. Часар. Передача в линию. Шумак очень плотно работает с линейным. Нет, все-таки там на позиции правого полусреднего Вадим Гайдученко. Вот он защищается сейчас там. И там подыгрывал атаки. Тоже просто левой рукой передачу отдал. Это меня смутило. Ну вот сейчас он с мячом. Передача на Кулеша. Передача в линию. Ну еще раз 7 метров. Молодец. Кто подойдет к мячу сейчас? Вот интересный момент. Гайдученко сейчас выводил на бросок Артема Королека. Третья желтая уже Венгров. Все, теперь уже эта опция арбитрами исчерпана. Банхиди нарушает правила. Теперь вот подобного рода штрафы. Все будут автоматически караться двумя минутами отсутствия на площадке. Но тут майку едва не снял с Артема Королека. Защитник. И подходит Иван Бровко. Капитан. Переигрывает галкипера соперника. Попадает, кстати, в него и извиняется за этот момент. Кстати, пробка и в матче с чилийцами. Помните, подходил к 7-метровой отметке. Один раз удачно, а другой, ну как-то совсем грустно. Ну и снова, видите, был фазик аж в воротах у Венгров на этом пенальти. Ну вот, да. По-джентльменски себя повел Ваня. Всем видом показывает, что он не хотел направлять мяч так близко возле головы вратаря. А и остался в обороне. С краю там он обороняется. На другом краю Рутенко. Рутенко в линию идет передача. И это 2 минуты. Меньшинство нашей сборной, похоже, сейчас назревает. Слава Шумак наказан Ночевским. Георгием Ночевский младший. Целая династия судейская из Македонии. Драгон Ночевский возглавляет судейский аппарат ЕГФ. На этом чемпионате тоже работает. В системе официальных лиц. Ну а это вот младший практикует как судья. Да, Часар на этом турнире до этой встречи 10 и 12, 7 метров положил. Ну и вот получается сейчас 11 из 13. И новая попытка. Ну практически всегда точен. Не смог выручить солдат НК. 9-9 на табло. Хотя близок был наш вратарь. И что у нас теперь в атаке? Снимет ли Юрий Шевцов голкипера? Разменяет ли его на дополнительного в поле? Кажется, да. Да, так и есть. Визуально мы. Вот все-таки надпись МТГО появляется. Видишь, только отчет штрафного времени почему-то не работает на экране. А то, что ворота пустые, обозначать получается. Кулеш. Королек. Годученко. Пуховский. Прогнали мяч и пошли уже в активную фазу эту атаку переводить. Не получается. Завязали. Годученко. Пуховский. Кулеши надо бросать. Голкипер выручает. Ворота пустые. Наверное, успел вернуться туда Солдатенко. Да, успел. Джамали. Балок. В отличие от нашей сборной, команда Венгрии без изменений в задней линии проводит первый тайм. Пока что. Хотя вот сейчас вроде бы разыгрывающего они поменяли. И выруча стреляет. Ну, в Банхиде такой промах. Сто процентов не было в этой атаке Часера. 95-го года рождения этот линейный. Его взяли в пик вот перед стартом этого сезона играл он там в глубинке венгерской. Ну, а в сборную его начал привлекать талант Ушибаев. На чемпионате Европы он уже был обстрелян. Пуховский. Шинкель появился вместо Кулеша. Кстати, обратите внимание. Это важно. И вот сразу же бросает и продолжают наши ребята полусредние левые разминать Роланда Миклера. Вот это делать крайне опасно. Давать Миклеру почувствовать игру, почувствовать мяч. Это может обернуться большой бедой. Давненько не видели мы на паркете Сергея Шиловича. Подменяет его Гайдученко. Прошла ротация теперь уже на позиции левого полусреднего. И только Борис Пуховский трудится практически без замен в розыгрыше. Джамали, небольшой рикошет был. Справляется голкипер, а подбор за нами. Ну вот подбирал так и рискованно на Абум. В общем-то отбрасывал мяч. Кто там? Гайдученко, по-моему. Да, сохранить, правда, мяч не получилось. Пас точным не вышел. Мяч улетел за боковую. И снова атака у соперников. И лекое в розыгрыше мы видим у Венгров. Теперь уже вместо Часера. Еще один очень хороший гонболист. В Веспреме, плеймейкером. Там в задней линии много классных и звездных игроков. Он там может быть и на второй роли. Но в сборной он лидер абсолютный. И, кстати, нашим ребятам тоже предприятности предостаточно приносил. Ну вот только я заговорил об отсутствии изменений в задней линии у сборной Венгрии. Появился Лека и появился Анчин. Отличный пас Пуховского на Дениса. Вот то, о чем много не устает повторять Юрий Анатольевич. Контратака, переход из обороны в нападение быстрый. Это пока самое слабое место у нашей сборной на этом турнире. Вот сейчас, в общем-то, сыграли в этой фазе очень хорошо. И повторили сейчас, в принципе, все неплохо. Бросал сходу, пытаясь переиграть Миклера. Ну вот таким образом Боря, ну, Миклер парировал. Но подталкивали Пуховского. Там свободным дело ограничиться. Но атака у наших осталась. Ну, я думаю, что Пуховский и шел на такой пол. Не хотел он, чтобы эта атака потеряла в скорости. Пуховского, кстати, отозвали сейчас с площадки. Дали ему отдышаться. Саша Подшивалов, еще один наш 20-летний, сейчас ведет игру как плеймейкер. Да, первая попытка в эту игру зайти не получилась у Подшивалова. Помните, потерю он совершил на ровном месте. Ну и вот попытка под номером 2. Шинкель. Очень молодая задняя линия. Подшивалов, Шинкель и Гайдученко. Подшивалов хорошо сейчас там выглядел на фланге Дениса, но передача не прошла. Внимательно играли соперники. Юхас там на фланге. Очень старательно стережет Рутенко-младшего. Шилович появился. Решил опытом разбавить эту молодую заднюю линию Юрий Шельцов. И какой бросок Шинкеля. Просто невероятно. Красота. Настоящая красота. Лучший гол матча пока в исполнении Лешки. И выводят крайнего на бросок Венгры. И быстренько счет сравнивают. 10-10 на табло. 23-я минута. Подшивалов снова на площадке. Ничего концептуально не меняется в задней линии. Рутенко Юринок по краям в линии Королек. Ну что, Шинкель может сейчас осмелеть. Когда полетела у Шинкеля. Это всегда радует. Ну первым броском, помним, чуть каркас не поломал. Вторым под перекладину вонзил мяч. Видим, что на бросок нацелен. Бросать не боится. А вот это такой гол, знаете, с мясом, да? Вырванный Артемом Корольком. Первый матч. А сколько весь полезного он уже сделал. И потеря у Венгров. Удалось, мне кажется, Шинкелю вот эту вот злость, какую-то даже наглость, в хорошем смысле этого слова, перетащить из игры против немцев в эту встречу. Давай с авансами повременим. Один гол это еще не подвиг. Посмотрим, что дальше будет получаться. Подшивалов. Быстро удалось мяч вернуть. И Шилович попадает перекладину. Все же полетело, все. Но вот не хватило точности. И вот соперники от обороны. Юхас четвертый гол. Самый результативный пока игрок на площадке. Левый крайне венгерской сборной. И вот все его голы это результат налаженного перехода из обороны в атаку. Вот сейчас Лека эту передачу сделал. Видели, как точно в темп сработал. И принять было удобно. Но и вот наш штаб берет тайм-аут. В этот момент на 24-й минуте при счете 11-11. Вот здесь стоит защитный защитный. Отдащи Шинкель-сона. Дай ему передачу. Обыкай его здесь один. Только ты не бегай в этой зоне. И не разыгрывай. А ты не маль. А ты обыкай один на руку. Здесь раз не повис. Раз не повис. Вот здесь продави его. Еще раз смотри. Если не получилось, сыграйте. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. 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 Кажется, пятый гол в этом матче. И в той атаке, которую венгры не завершили голом, когда выручил Солдатенко, очень важно отметить роль защитника, который избежал любого контакта с бросавшим крайним. Ну что ж, друзья. Плюс два на предпоследней минуте первого тайма в матче, где нашу сборную устроит даже ничья. Прошел бросок. Не успел к мячу Солдатенко. И еще чуть больше минуты нужно сыграть в этом тайме командам. Рихард Бода отличился у венгров. Помним мы этого парня по Лиге Чемпионов. Пик играл с БГК. Там и Балак здорово себя проявил. И тот же линейный парк, Иди. Последняя минута первой половины. По залу тоже это объявляют. Пуковский. Не самый очевидный бросок. Но сегодня идет игра у Бориса Пуковского. И тот нереализованный Семерик его никак не выбил из колеи. Да, и не идет. Все-таки по большому счету игра у Миклера. Какой там у него процент сейчас, если сработает оперативный интернет, он тут сейчас на этот матч весь мир сконцентрировался. 60 матчей при Двориловке. Вот сейчас последний, можно сказать, 60-й, где еще что-то решается. Вот это игроки, тренеры сборной Чили переживают. Для них тоже этот матч решает все. И вот поскольку этот матч единственный, что что-то решает, его сейчас вся планета смотрит. Он рекомендовал команде бросить, и самое главное не допустить быстро контратаки. То есть, неважно, если мы не забросим, главное не допустить контратаки. Ну и какая-то комбинация номер 8, как я понял, Эйд. У Миклера 3 сейва из 15 бросков, 20% лишь. Совсем немного для игрока такого класса, для вратаря такого уровня. Но для сравнения у нашего славы Солдатенко 29%. И 28 секунд у Венгров на организацию этой атаки. Давайте посмотрим, что же тут за комбинацию расписал главный тренер венгерской команды. Рикошет от блока, и мяч Солдатенко попадает. Еще 5 секунд есть, успеем сбегать в атаку. Просок Солдатенко, какого Солдатенко, как и Пуховский был, вы знаете, вполне себе не без шансов. Долетал этот мяч в игровое время, но уже такой мяч Миклер точно пропустить не мог. Так что поработали на его статистику, и итог первого тайма 15-13 в пользу нашей команды. Мы два мяча ведем, еще раз скажем, что это супер важный матч для нашей сборной. Нужна победа или, как минимум, ничья для того, чтобы продолжить борьбу в стадии плей-офф. Дождемся мы, конечно, и статистики первого тайма, ну а потом с вами уйдем на небольшой перерыв. Какие у вас ощущения, Сергею Ильич? Ну, ощущения, что пока все хорошо. В общем-то, ушли на первый тайм запасом не в два, а в три мяча. Произошли изменения в задней линии, да, и мы видим Частер, Балак и Джамали. Да, и те же крайние, Юхас, Харшиньи в линии, Панхиди, в общем-то, и в воротах, похоже, или Фазыкаш там. Нет, кажется, Фазыкаш заменил Миклера. Если так, то это может быть интересный поворот сюжет встречи. А мне кажется, это Миклер все же. Ну, посмотрим. На общем плане не слишком различимо. Разберемся. У нас защита в начале второго тайма. Джамали попрестил Шилович. Очень тоже красивый момент. В центре у нас Шумаки Королек. Вторыми обороняются Титов и Шилович. Пуховский на одном краю прячется, на другом Рутенко. Джамали. Пошел в центр Джамали. Передача на партнера. Это Анчин. Балага нет. Все-таки нету. Да. Габар Анчин. Два метра. Ну, три броска позволил себе балаг первым таймом, и один всего лишь достиг цели. Да, два метра с лишним. Рост Анчина левша. Но он больше специалист обороны. В атаку ходит реже. Часар, Анчин. Часар. И от штанги, к сожалению, мяч проходит в наши ворота. Часар забрасывает четвертый мяч сегодня. И атака белоруса в Сергей Шилович. Ну, вот такой играет Сергей Шиловича мы ждем в каждом матче. Молодец, Серега. Уверенно, хорошо. Главное, не давая времени на то, чтобы дух перевести сопернику. Ну, а вот бросок венгров разминается с воротами. Но там было касание блока. Юхас на угловом. Часар. Спокойно атакует денгерская сборная. Нет того, да, нагнетания темпа сумасшедшего, который в дебюте встречи мы видели. Вот только сейчас пошел взрыв. Задвигались. Поиск позиций. Хорошо прихватил Джамалия. Денис Рутенко. У Часара мало вариантов. В линию на Банхиде. А тут до игрока живет арбитр. Да, молодец Шилович. Сейчас он там на пути линейного соперника встал. Воткнулся буквально в него Банхиде. И это фолл. Ну вот сейчас шел набросок Королек в надежде, что там выторгуют пенальти у арбитров. Да, Миклер в воронах остается. Нет фазы Каша. Ты прав. Ну здесь на фолл шел Артем Королек. Понятно было, что с этой позиции забросить практически невозможно. Девятиметровый дали. Ну там был вот в начале фазы этой атаки на левом фланге Саша Цитов. Я уж хотел было сказать, что он играет. Но нет, он просто по эпизоду не стал меняться. А сейчас вернулся на позицию Андрей Юринок. Кулеш. Шилович. Кулеш. Передача на Пуховского. И рука поднята уже у арбитров. На самом деле, по-моему, это первый случай в сегодняшней встрече, когда арбитры предупреждают гонболистов о пассивной атаке. И все-таки мяч в сетке. Здорово-то как? Кулеша прорвало. А смотрите, да, классический розыгрыш девятиметрового. Да, это уже в исполнении белорусов такой наигранный вариант. Когда-то, в стародавние времена, вот так реализацией девятиметровых отличался великий левый полусредний тбилисского буревестника Александр Анпелогов. В клубе в своем и в сборной СССР вот так же под него заслон стенкой делали. Он взмывал и гвоздил неотразимо. Это так для болельщиков со стажем. А здесь, кажется, коснулся мяча Салтатенко, потому что мяч остается у нашей сборной. Три мяча преимущества. И можно атаку проводить. Смотрите, пошел меняться Титов. На вариант быстрой атаки он остается на паркете. Но потом, конечно, в более стационарном режиме работает Андрей Юринок. Да, там дальняя замена, причем не просто дальняя, а очень дальняя. Поэтому сразу никакого резона нет спешить на замену. Вот если уже атака переходит в фазу стационарную, тогда можно и Юринка подпустить. А так Титов тоже навыками игры на левом фланге обладает. Да, он универсальный игрок и в защите нужен. И в линии может подстраховать. И на краю в том числе. Две минуты. Удаление. Хорошо бы еще, чтобы на 7 метров там расщедрились македонцы. Но нет, похоже, без Анчина, но и без 7 метрового все обойдется. Но Анчин очень важен, да, в оборонительных построениях? Важен, да. Здесь опять чуть не раздели Артема Королька. Ну что, разве там не было защиты в площади ворот? Как минимум. Не говоря уже об игре там в туловище, в руки Королька не по правилам. Можно было 7 метровой назначить. Вполне. Ну и видите, что во втором тайме наши коллеги восстановили эту опцию с временем удаленного на табло. Удобнее будет следить за игрой. Спасибо. Шалович, коллеж. И неточная передача. Обидная потеря. Да, уж совсем не к месту сыграно сейчас так Владом Кулешом. Балок появляется, потому что Анчин удален. Здесь, в принципе, выбора нету. И вот теперь же точно вариант начала первого тайма на площадке в задней линии у команды Венгрии. В защите Гайдученко. А может быть и ты он давал передачу, кстати. Я вот так подумал. Нет-нет, он только сейчас вышел вместо Кулеша, мне кажется. После вот этой неудачи Влада сразу отозвали прийти в себя на скамеечке. И, кстати, с пустыми воротами наши соперники проводят эту атаку. Как же классно Часер сейчас сыграл за счет индивидуального мастерства защитника обыграл. Шалович, штанга, подбор за кем? За Рутенко подбор, молодец. Сейчас подсуетился там Денис, опередил Часера. Все-таки в трудной ситуации еще атака будет одна у нас. Вот так раскрутил Шалович и Часер. И вот только Час поменяли счет на табло. Хороший игрок, опытный. Он не получал много времени игрового вес прямой и ушел в Шавхазин швейцарский. Специально, чтобы там играть чаще и поэтому быть полезнее для сборной. В тонусе себя держать. Красавец Андрей Яренок. Продолжает он эти трудные мячи забрасывать. У Яренка вот очень такая своеобразная техника игры левого крайнего. Да, обычно выпрыгивает вверх, выносит руку вверх, да, смотрит на вратаря. А у него вот вынос руки строго в сторону, да, и прыжок тоже как будто не в длину, а в сторону. И за счет этих вот действий он моментально угол обстрела для себя увеличивает и обыгрывает вратаря. И к этой технике броска еще галкиперы опытные не приспособились. И это тоже отчасти Андрею помогает. Я думаю, когда его изучат, когда присмотрятся, в общем-то, могут у него и сложности возникнуть. Ну и сила броска, конечно, помогает. Балок. Часар в линии не просматривалась передача. Часар все исполняет сам. Кажется, он на себя готов лидерские функции в отсутствие Лас-Нанаде примирить в этом матче. Пуховский. Кулеш появляется на площадке. Ну раз уже появились Кулеш, Пуховский надо встать как положено в этой атаке. И, к сожалению, не удалось выжать максимум, да. Преимущество из-за удаления в составе у венгров. Королько сегодня очень сложно в линии. Там против него такие мастодонты играют. Один Тимужиншук чего стоит. Вот он, видите, как сейчас там буквально заталкивает Артема. Анчин на него переключается. Ну а тем временем атаку ведут вдоль зоны. И, в общем-то, Шилович плохо пасует на Рутенко. Еще одна потеря на ровном месте. Немотивированная, ненужная, зряшная, обидная. А там уже такой небольшой отрывец просматривался. Но вот нет. И плюс два атака венгров. Видим, кстати, мы и логотип БГК на этом стадионе на киндо-арене. Ну тут болячки все объединились. Мы уже говорили об этом. Ну как так прозевали сейчас. Переключение с одного фланга на другой. Наши защитники. Юхас мяч получил и воспользовался неразберихой и отсутствием внимания. Только потом начал реагировать Рутенко. Да, причем еще и тронул Юхаса. Так уже явно проиграв позицию, мог сейчас еще и на две минуты накасаться. Пятый гол Юхаса. Шесть у Часера. Так играют бомбардиры соперников сегодня лучшие. У нас Пуховский во втором тайме еще не забрасывал. Но вот сейчас его бросок и снова. Собора бросок. Промах. На ничью побежали венгры. Джамали. Лигетвари надо замениться. Шуху надо замениться. Это защитники. У них у венгерской сборной тоже такая вот массовая замена идет при смене фазы игры. С высоким выходом играем в обороне. Никто не жмется к шестиметровой линии. Шумак против Джамали. И перевели на край. Как красиво Солдатенко выручает в важном моменте. Стянули оборону нашу. Сейчас хорошо вывели флангового игрока. Но вратарь наш спас. Но и там Шуловича. В момент этой передачи уж точно толкали в туловище. Поэтому 9 метров законные. Свободные. И вот здесь переносы с супертером. С сам. Да. Была хорошая атака. Могла получиться результативной. Но вот здесь передача Пуховского. И фулл зарабатывает Сергей Шулович. Сохраняя мяч для нашей команды. Кулеш. Как-то так игра перешла в такой более размеренный режим. Стали позиционные атаки спокойнее. Без суеты. Без каких-то спонтанных решений. Но парадокс в том, что наши в этой ситуации стали чаще ошибаться. Дарить мяч соперникам в простых очень эпизодах. Шулович. Пошел в линию Юринок. Забрасывает Королек нужен после свистка. Ну, показал сейчас арбитер Никола, что свисток был, потому что бросал Артем уже заступив площадь ворот. Поэтому за фулл против него дали свободный. Куреш. И надо бросать. Куреш попадает. Не может понять, Миклер, как так произошло. Но он не может понять, как защитники. Вот таким образом дали его расстрелять. Ну, все. Сейчас сделали защитники для наилучшего броска Влада Кулеша. Позиция 9-10 метров. Есть возможность сделать три шага, разбежаться. И таким образом максимально мощный бросок исполнить. Сражаются наши ребята. Молодцы. Здорово в этом матче жизни и смерти. Команда держится. Вот сейчас и отрыв ее наметился. И держит она себя на этой позиции лидерской в целом достойно. Уже будет как-то и обидно, да? Не довести этот матч до нужного. Исхода. Качнулся в дальний угол Солдатенко. Именно туда он думал будет исполнять бросок Юхас. А он в ближний. 12 минут почти сыграли. Во втором тайме. Королек. Да, действительно, темп упал. Гораздо более динамичную игру мы наблюдали в первой половине встречи. Мяч дошел до Королька. Хотя так на тоненького делал передача Кулеш. Ну, Артем там постоянно меняет позиции. Переходит с места на место. Вот ему там уже и майку всю растянули. Да нельзя. Пас в линию Королевке. Это 7 метров. И 2 минуты Габару Анчину. А по-моему Джамали. Или Иману, Иману Джамали, да. Он сейчас там хватал Королька. Ну что ж. Хорошо. Все сейчас сложилось. Кто подойдет к 7 метровой отметке. Вот тоже интересный момент. Ну, последний подход был Илана Бровка. А, ну да. Видимо, нет смысла менять сейчас исполнителя. Бровка не сильно, зато точно переигрывает галкипера. И впереди еще минута 50 преимущества в количестве людей на площадке. Вот это все сейчас болельщиков наших показали. Девчата, которые болеют. Я их называю героиней рейда на Сарагосу. Вот когда наши впервые в топ-турнир в 2013 году попали на чемпионат мира в Испанию. Вот эта вся дружная компания тогда и выехала. И так здорово болела. И после этого ни одного топ-турнира не пропускают. Большие молодцы. Только для них надо сегодня сыграть так, чтобы они остались и получили удовольствие. и дальше болеют за нашу сборную. Часар. Бода появляется на площадке. И пустые ворота у Венгров. Я думаю, вы на это уже обратили внимание. На позиции Джамали и Бода играют. Тут все объяснимо. Как здорово. Защита сейчас наша передвигается. Но нет. Все равно раскрутили венгры. Вот так в меньшинстве. Насчет дополнительного полевого. Они своего добились. Бан Хиде. Здорово. Сработал, конечно. Совершенно его не смутили. Те люди, которые на спине у него везли. И, кстати, две минуты штрафа еще получили в нагрузку к этому пропущенному мячу. Андрей Юринок. Да. Это он удален сейчас. Наш левый крайний. Неприятный эпизод. Бровка появляется вместо Юринка на левом краю. И сейчас вариант игры 5 на 5. Ну, судя по тому, что остался Королек в линии. Возможно, сейчас и сменят Солдатенко на полевого. Или нет. Лишь Пуховский с Шиловича будут сзади играть. Ох, ошибается Шилович. А здесь и защитник, мне кажется, грамотно подставился, на самом деле. Да, безусловно. Это хитрая игра. Грамотная очень. Венгра, который на пути у Шиловича вырос. Вынудил его вот так нерасчетливо сыграть. Шилович-то, по сути, и не видел этого игрока. Ну, вот у венгров уже время удаления Джамали завершилось. У них полный состав. Наши защищаются в пятером. И приближаемся мы к середине второго тайма. Очень волнительно. А здесь фалим на линейном и еще получаем 7 метров, да? 7 метров. Иван Буровко. Ну, конечно, здесь по габаритам проигрывает. Не удержать было ему подхит. Не удержать, да. Подвес он так точно разу в полтора больше венгер, чем наш по категорошек. Часар у мяча. И, к сожалению, подбор за ним. Очень обидно за Солдатенко. Ну, там так мяч отскочил уж совсем удачно, да. И желать защитники подобрать, помочь вратарю, как бы ни старались, вряд ли бы это получилось. Солдатенко уходит. Уравнивает состав Юрия Шевцов. Шесть полевых. И середина второго тайма. Счет равный. Гайдученко появляется. И пустые ворота у белорусов. Ну, через пять секунд, да, уже будет там все в порядке и сзади. Доиграли до полных составов. Не с места нарушения. Разыграли свободный. Ну, вот и в равных составах команды. Остраумно ведет игру Королев. Все равно он сейчас попытался так сыграть нестандартно. Что там? Чуть было не потеряли мяч, но останется. Вон Юринка можно выпустить. Побежал меняться, кстати, да, бровка на Юринка. И какой бросок из неудобной позиции. Слишком далеко от ворот. Слишком слабо для того, чтобы застать расплодка Миклера. И могут венгры выйти вперед. Вот надежда появилась на лице этого чилийского резидента. Судя по всему, команда в зале чилийска отсутствует. Послали человека, который следит за игрой. И, судя по всему, там смс-ками ход событий ретранслирует своим. Часар. Бода. После удаления Джамали на площадке не появляется. Здесь активно ведем борьбу против Лининовой. И снова получаем 7 метров. Ну да, переходит игра вот в эту тревожную для нас фазу. Завершение вторая половина второго тайма. И сразу, видите, подтаяло преимущество нашей команды. И может сейчас вообще от него ничего не остаться. Но Слава Солдатенко еще один 7-метровый от Часара парирует. Вероятно. Он сегодня большой молодец. Сложные пенальти сейчас исполнил Часар. Но он здорово работает именно на месте во время подготовки к броску. Постоянно совершает движение, что бросающему трудно на самом деле. Ну и Часар он ведь не реализовал предыдущую попытку. И снова пошел, и снова не реализовал. Это тоже такой плюсик для нас. Может быть удастся самого важного сегодня игрока выключить. Как-то дезориентировать. Ну вот теперь очередь наших ребят 7-метровый бросать. Боря Пуховский, честно говоря, во втором тайме нейтрализован. Соперниками надо отдать им должное в этом. Главную силу атакующих белорусов они закрыли. Но сейчас Пуховский пошел на прорыв. И Габара Анчина заставляет на две минуты напалить. У него второе двухминутное удаление. Ну хорошо, да, так подвесить одного из основных защитников на угрозу дисквалификации. И бровка точен 3 из 3. У ветерана нашей сборной. Все броски 7 метров. Хорошо, что ничего не выдумывает бровка. Броски может быть простые, но самое главное, что они приносят нам такие важные очки. И мы видим, что 10 минут провели в меньшинстве. Венгры, мы 4. Ну там, может, не все время было меньшинство. В неравных составах, скажем так, в неполном. Потому что были эпизоды, когда удаление на удаление было. И там меньшинства, как такового, не наблюдалось. Бросок с дальней дистанции. От паркета трудно среагировать. Салтатенко. Рады венгерские болельщики. Минуту 15 еще провести с перевесом численным на площадке. Здесь останавливают атаку. И берет тайм-аут Юрий Шевцов. Очень интересно послушать. 1-21. Ничья. Или нет? Изначально было четкое ощущение, что тайм-аут. Нет, взяли просмотр. Взяли просмотр. Сейчас. Этого момента. Возможно, сейчас еще и двухминутный штраф кому-то из белорусов. Добавят за пол в этой атаке. Что ж они там высматривают? Вот Стелла Варданян. Она сегодня в роли тайм-кипера. Хранительница времени этого матча. Известная в прошлом российская судья. А, лишний игрок на площадке оказался у кого-то. Возможно, у венгерской сборной. Или... Да, 7 игроков у сборной в Венгрии. В общем-то, в том эпизоде, когда было удаление Анчина. Ну, гол, получается, забивали, да? В этой ситуации. Или уже после гола, наверное, была замена такая стремительная, быстрая. И они что-то там... Вот если гол засчитан, значит, нарушение численного состава было после гола. После. Да, после гола. К сожалению. А так еще и гол отменить пришлось. Но нужно пользоваться вот этим преимуществом. Перевод на край. Нет. На бросок не выйти. Пуховский на Юренка. И надо завершать. Юренок есть. Мяч сеткер. Молодец, Андрюха. Использовали наш этот шанс. Плюс два игрока на площадке сразу. Растянули по максимуму сейчас эту хилую, скромную венгерскую оборону. И для Юренка все сделали очень удобно. Снова впереди наша команда. А Балак... Да, Балак, конечно, не прощает вот этого потери концентрации. Хотели, видимо, перевести дух. Решили, что ну вот сейчас мы как раз еще отстоим в этом преимуществе. Но нет. Балак все взял на себя. И снова счет равный. Вот только сейчас шестой наш появляется. По ходу этой атаки Пуховский. Большой соблазн сыграть на край. Но мяч тоже есть вероятность потери. И Юренок. Ох, вылетел мяч с руки. Но там глазастый арбитр Николов посмотрел, что был удар по руке Юренка. И именно поэтому вот такая потеря произошла. Ну-ка, смотрим. По корпусу коснулся. Да, по руке не бил, но концентрацию сбил в полете. И, в общем-то, из-за этого мяч так и вылетел из рук Андрюхе. Меня издал Гипера. И снова Бровка. С каждым броском все труднее, конечно же, Бровка плюс смена Галкипера, но он как под копирку. Да, не дрогает. Не дрогнул пока ни разу наш опытнейший гонболист. Капитан команды на этом чемпионате. Ну, а мы, получается, заходим сейчас на заключительную 10-минутку. И волнения все больше. Все, подходит к концу уже это двойной, я бы сказал, до линии сборной Венгрии. Ну, и тот мяч Балага, которого прозевали, на самом деле позволил так основательно в игре остаться Венгром. Ну, у Венгров полный состав, но еще и, похоже, и лишний игрок. Балага. Нет, убрали титры, пустые ворота. Здорово закрыли здесь зону для линейного. Титов отлично поработал. Балага. Бода. Бода будет бросать. Ой, это красота, конечно. Завершить броском точно не получилось. И не торопиться бы. Пуковский. Пас на Рутенко. Нет, тут на бросок выйти практически нету шансов. По динамике движения Денису было очень трудно сейчас на бросок зайти. Он уже туда в угол, устремлялся, убегал. Ловил мяч в другом совершенно векторе движения. Ну и Солдатенко-то каков, да? Семь метров, помним, отразил. Сейчас важнейший сейф после красивейшей атаки сборной Венгрии. Кулеш. Пуковский на игрока могли посчитать, да? Да нет, семь метров дали. Снова Борис взял вот этим нахрапом. В площади ворот балок защищается. Нет, тут нет никакого на игрока. Потому что, ну, изначально балок уже поджидал Бориса, заступив пятками, да? Сильно туда, за эту линию. И снова Иван Бровка. Ну, вот то, о чем ты говорил. С каждым разом все труднее. Попадает Бровка. И слышим, давай, Ваня, не то с трибуны, не то со скамейки запасных. И плюс два у нашей команды. Плюс три в пересчете на стратегическую задачу этого матча. Еще раз скажем, ничья вполне устроит белорусов. Но победа даст больше турнирных преференций. Поражение означает непопадание в плей-офф. Бала, штанга выручает. Ну, мне кажется, там и Слава еще поучаствовал касанием в этом непопадании мяча в сетку. И на этот важный финальный отрезок молодых уже Юришевцов не выпускает. Дал им немного поиграть, дал немного отдохнуть нашим ветеранам. Ну, смотри, как не выпускает. Королев, Юрино. Хулеш. Скажем так, вторых номер из молодых. Солдателка в воротах. Нет, это понятно. Это молодежь. Но это уже основные игроки. Будь здоров, молодежь. Я имел в виду Гайдученко, Шинкеля. И подшивал. Был отрезок сегодня, когда они вторым находились на площадке. Нарушение правил ведения мяча у Бориса. Там то ли пронос, то ли двойное ведение. И быстро, быстро, быстро организовывает атаку венгры легкой. Вот там уже закасал рукава Королев. Вот странная форма у нашей команды на этом чемпионате. Правда. Я не о расцветке тут можно спорить. Какова она? Но вот эти распашонки, да, в таких декольте играют наши, что приходится постоянно поддевать под майки еще что-то. Термобелье. Да. И я думаю, этот лишний комплект гардероба, ну, никак не помогает в игре. Солдатенко снова. И от нее мяч улетает за пределы площадки. Плюс два сохраняем. И атаку сейчас имеем за 7 минут до конца. Появляется, кстати, Гайдученко, по-моему, на площадке. Да. Он появляется вместо Бориса Пуховского. Ну, потому что у Боря вот была та ошибка, которая его могла сильно расстроить. Вывести немножко из равновесия. Шилович Гайдученко. Рутенко активно обороняются венгры. Шилович. И берет таймаут Юрий Шевцов. Ну, такое подспудное ощущение, что очень вовремя берет таймаут Юрий Анатольевич. Во-первых, после 55-й минуты у него останется опция только одного таймаута. Этот отрезок уже истекает. Таким образом, он и сейчас в нужный момент поговорит с ребятами. И еще при необходимости раз сможет... Вы сейчас играете Гайдученко. Вы сейчас играете Юго. Юго. Под Шилу. Если нет, то на тебя не вышли. Бросок. Вышли. Отдал Шиле. Шиле тебе натянет. И на втором броске бьешь. Был. Только на разный тебе бьешь. Показать день. Давай, давай, давай. На Кулеша снова. Весь расчет, как часто бывает у нас после таймаутов. Две попытки дал на бросок Кулешу Юрий Шевцов. Если сразу не получится отыграться, потом получить и снова ударить. Вот эту пару белорусских болельщиков очень полюбили здесь телевизионщики. Постоянно показывают ребят. Важная атака. Шилович. Кулеш. Шилович. Кулеш. И передача очень рискованна, но и нарушали правила на Кулеше. Кулеш сейчас не так действует, как от него просили. Вот это вторая попытка с броском. Но вы заблокировали. Молодцы защитники венгерские. Но может быть с 9-метрового штрафа ему даже было и попроще сейчас атаковать. Ну это то, это определенно. Но там же у нас тоже был после таймаута фактически свободный. Но Влад полез бросать вот в этот коридор между 6 и 9. Хотя вот снова у него шанс и снова бросает. И вот оно работает, это оружие Кулеша Н. Шипцова. Все, о чем они договорились, сработало не со второй, так с третьей попытки. Ура! Успел поменяться Кулеш. В обороне появляется Титов. Титов, Шумак, Королек и... Кто там вторым крайним слева? Он защищается, не вижу, честно говоря. А здесь отличный переклад. Отлично сыграли сейчас. Кто там, Гайдушенко, по-моему, смахнул эту передачу соперников в обороне. Так вовремя и так классно сыграно сейчас в защите. Главное сейчас точно не спешить. Слышим и наших болельщиков. Очень активно они в руане. Команду поддержат и готовят так серийную, по-моему, замену сейчас главный тренер сборной Венгрии. Кулеш. Шилович в линию передачи Королек. Миклер. Миклер взял сейчас. И быстро-быстро отвечают венгры. И передача. Перехват снова. Денис чуть было не вернули мяч себе, но там повезло просто сейчас Лека. И он там оказался на пути мяча от рук Дениса Рутенко. Атаку таймаус берет Саббате. Но он берет таймаус уже на 56-й. У него на концовку этого варианта уже нет посоветоваться с командой. Но он, в общем-то, и понимает, да, что если сейчас не поговорить, там уже по времени соотношение разницы в мячах и времени надежд венграм мало оставят. Очень опасный сейчас эпизод. Наша команда молодая. Она не была в таких невероятных переделках. Малкипера снимут. И Кулеша держась в обороне. Да, но у меня иногда такое ощущение складывается во время таймаутов Саббаты, что не все игроки его на английском понимают хорошо. Да, вот я, кстати, хотел этот вопрос и с Серегой Рутенко обсудить. Он вот тоже это все слышит. Но для него такой английский тренер был бы понятен или нет. Но очень такой испанизированный вариант, мне кажется. Но там по лицу Балага многое становится понятно. Лекай. Пошел сам на бросок. За счет мастерства своего удалось ему выжать гол. 56-я минута. Совсем скоро пойдет 57-я. Два мяча преимущества. Но держим в уме еще и ничейный результат. Первый гол Лекай в матче. Представляете? Вот он-то... Так, я потенциально, когда самых неприятных игроков для себя обозначал, это был, конечно же, номер один Миклер, номер два Лекая. Сегодня ни тот, ни другой. В общем-то, много неприятностей нашей сборной не принесли. Пуховский. Шилович. Передача на Кулеша. Кулеш выходит на бросок. Пас в линию. Королек есть. Молодцы, ребята. Какие же вы красавцы. Вот они, наши 20-летние. Кулеш, Королек. В нужный момент такой гол добывает команда. И впереди еще 15 лет карьеры. Но вот здесь в обороне ошибочку-то допускаем. И забрасывает Лиге Твари. 15 лет карьеры и 3,5 минуты, которые осталось сыграть в этом матче. Как же много зависит от них, а, Владик? Появляется Титов. Появляется, кстати, в линию. С чем это может быть связано? Ну, не знаю. Честно говоря. Вот персонально берут сейчас Борю Пуховского. Лекой на него переключается. Его пытаются выключить, да, из этих... Не все, из всех действий. Шилович. Да, да, да. Пуховский получает мяч. Кулеш заходит на бросок. А бросить-то не дают нормально. И все, митармитр и 2 минуты дает балоку в этой ситуации. Но рядом находился все прекрасное видео. Надо еще и 7 метров назначать, если 2 минуты. Нет, это не балок. Зубые. Ну, это, впрочем, не важно. Зубые. Опытнейший 25-й номер. Защитник сборной Венгрии. Смотрим. Ну, трудно было здесь бросать, да, праворукому... Ну, он немножко так сопроводил в момент броска Кулеша. И 7-метровый дали тоже. Ну, Ванюша, Ванюша. Забрасывает бровка. Плюс 3 для сборной Беларуси. За, получается, 2-40 до конца этой встречи. Это фактически 4 гола в плюсе. Мы держим в голове вариант ничьей, который нашу сборную тоже устраивает. Но сейчас на повестке дня уже другой исход. Пустые ворота у Венгров, да. Но не вынуждены, да, как-то... ...рисковать. Тем более удален игрок. Голкипер выручает. Солдатенко снова в игре. Балок. Бросить не дадут. Здесь все зоны закрыты. Балок снова с мячом. Бросок. И снова Солдатенко. Невероятно. Невероятно. Какие же они молодцы. Сколько всего думалось перед этим матчем. О каких вариантах не рассуждалось, в том числе в интернете. И вспоминали о том, как вчера в нужный момент исландцы с македонцами сыграли в ничью. В варианте, который устраивал обе команды. И сегодня, кстати, ничья тоже устраивала. И сегодня был аналогичный вариант. Ну, смотрите, мы не видим этого. Мы видим, что наша сборная, как и венгерская, впрочем, вышли играть на победу. Юринок парирует. Голкипер этот бросок. Но времени у венгров практически нету. Да есть еще, честно говоря. Ладно, смотрим. Пас на край. Снова пустые ворота у наших соперников. Юришевцов не выключается из игры. Солдатенко. Не пробиваем Слава в концовке. Не пробиваем. Фантастика. Ну вот, друзья, это наша гонбольная сборная. Такая, какая есть. Которая проигрывает чилийцам, загоняет себя в яму. И потом начинает карабкаясь, срывая ногти. В кровь и стирая руки. Под огнем критики из этой ямы выползает. И она делает это. И она выходит в плей-офф, побеждая сборную Венгрию, у которой доселе не выигрывала ни разу за всю историю. Уже можно дать волю эмоциям. И знаете, вот, когда... Ну, послушаем. Передача. Слышишь? Не надо эту атаку завершать. Слышишь? Не надо завершать атаку. Отошли от зоны. Будет рука. Да? Будет рука. Просто сделайте бросок куда-нибудь. Вышеворота или все. Ясно? Просто выигрыш надо, и все. Я пойду под заслод тогда. Все, не надо. Спустите атаку. Спустите атаку. Давай, давай. Вы поняли, да, друзья? Я так был рад, когда на наши эфиры приходили Дима Никуленков, Сергей Рутенко, Андрей Крайнов. Я радовал за их приглашение на эти эфиры, чтобы вы послушали этих ребят и поняли, какие они красивые, добрые люди. Как они уважают свой труд, как они уважают партнеров. Какая ерунда эти разговоры о противоречиях Бреста и Минского СКА. Как они все заодно, как они стоят за тренера, за себя. Как они держат линию и солидарность этой команды, которая сегодня достойна наших оваций. Мы не будем прощать им поражение от чилийцев, но мы сегодня по достоинству оценим вот этот их действительно подвиг. И на последнюю атаку венгры заходят. Завершится она семиметровым броском. Но мы-то все прекрасно понимаем, что это победа сборной Беларуси. Как вы правильно, Сергей Юрьевич, сказали, это не только матч жизни, это матч жизни и смерти был. Был, конечно, вариант ничьи, который устраивал этих и других, но мы сыграли на победу и мы оказались в дамках. И это победный мундир. Он не запятнан сегодня ничем. Гол Юхаса. Ну, пускай у него будет семь мячей сегодня. Он догоняет по результативности Часера. Но это не меняет ничего. Мы вас поздравляем, друзья. Это невероятная игра. Влад, я тебя поздравляю. Немного в комментаторской карьере. И через десяток-другой лет будет у тебя таких матчей, как сегодня. Это была работа на ура. Это была работа, как вы молодые говорите, в Меморис. Это большой класс, это праздник. Ребята, спасибо вам. Да, и спасибо всем нашим телезрителям. Я знаю, что очень многие смотрели этот матч, переживали за нашу сборную. И переживали в тех матчах, когда уже выход плей-оффа многими не верилось. Когда играли с хорватами и немцами. Когда играли неплохо, но проигрывали. Ну, давай рассказывать, что дальше. 22 воскресенья. Воскресенье, Лиль, 18-0-0, Беларусь, Швеция, 1-8 финала. Победитель этой пары выходит в четвертьфинал на победителя пары Франция-Изландия. А что вы можете сказать, Сергей Юрьевич, по поводу шведской сборной? Я могу сказать, что это соперник удобнее, чем датчаник. Ну, это понятно. Которых даже выходили бы в случае ничьей. Борис Пуховский лучший игрок матча. Да, Борис Пуховский отыграл великолепно. Шведская сборная, это команда из классического набора великих команд, держав гонбольных. У него сейчас новый тренер Кристиан Андерсон. Очень интересный. Много молодых игроков. Кстати, есть там люди из крестьянства до шведского. Ну, Юрий Анатольевич, он улыбается так хитро. Он мне во время наших связей по телефону во время этого чемпионата не раз повторял фразу. Ну, ты же меня знаешь. Ну, ты же меня знаешь. Она...